Добрый вечер, меня зовут Евгений, я программист. Итого, значит, сегодня мы немножко поговорим так, не очень серьезно про всякие вещи, которые можно сделать по большей части с битовыми операциями или с целочисленными операциями в языке C, ну а в основном на процессе. Это не нечто фундаментальное, это просто в основном набор примерчиков, вот, собственно, о чем мы говорим. Это в основном набор примерчиков, которые мы рассмотрим, так, а в общем цель всего этого, чтобы вы потом про это сами почитали и, может быть, использовали в своей деятельности. В любом случае это знать интересно, вот о чем это. Это о битовых операциях и их неочевидном для кого-то использовании. Ну, для меня лично они в свое время были неочевидны, но я начинал как прикладник, то есть люди, которые начинают с железа, может, им это все самоочевидно, да. Насколько это вам нужно? Профессиональная деятельность, это может быть нужно, это может быть не нужно, но как минимум, на мой взгляд, это интересно. Использую ли я эти вещи на практике? Да, иногда использую. Часто лучше использовать невстроенную функцию компилятора, билтинг какой-нибудь GCC или там макрос уже, допустим, из ядра Linux. Там уже все за вас сделали, где нужно оптимизировали, где нужно ассемблер воткнули. Но вот в нашей практике часто нам нужно регулярно перенести, то есть сейчас мы делаем стек Zigbee, он у нас на контроллерах, он так сильно кроссплатформенный, и очень часто нужно его быстро перенести на какое-нибудь устройство, и в этом случае очень полезно иметь полностью свое софтовое решение, полностью свою реализацию. Да, может быть не самую оптимальную, но свою. Ну, типа у нас всегда есть софтовая реализация Е128, при том, что большинство Zigbee железок умеют это дело аппаратно. Но когда нам быстро завестись нужно и что-то показать, нам проще подцепить свою софтовую реализацию, а потом уже с аппаратной разбираться. Ну и в любом случае удобнее, когда система сначала задышит, а потом мы начинаем пытаться с ней что-то сделать. Вот. Итого. Значит, в основном имеется в виду здесь процессор 32-разрядный, потому что самый ходовой для имбедит приложений на данный момент это какой-нибудь ARM. Но вообще говоря, здесь нет ничего такого, что не будет работать на 64-разрядном процессоре. На 8-разрядном это все неинтересно и вырождается. Ну, поехали. Вот это самая, наверное, интересная часть доклада – это ссылочки. Это не все, что-то может быть, но как минимум очень рекомендую прочитать «Hacker's Delight», если он еще лежит на этом месте, потому что это, наверное, пиратка, хотя не знаю. Ну и вот остальные ссылочки, на мой взгляд, тоже весьма интересные. И это, безусловно, не все. Мы, например, затронем далеко не все, что можно было бы рассказать, и не будем проходиться по всему «Hacker's Delight». Сделайте это сами. Так, здесь все, я думаю, чисто, да? Мне приходится переключаться между окошками, чтобы увидеть чат, так что у меня будет тут пауза. Каждый раз. Вот. Значит, сейчас вещи, которые, как бы, знают все с битыми операциями. Ну, то есть мы учим еще в школе, каким образом нам узнать, что число является степенью, является, ну, смысл, младший бит у числа 0, да? Это значит, что оно делится на 2. Мы просто проверяем на младший бит в маску, да? Там курсор видно же, мой, я надеюсь, да? Вот. Чуть более сложная вещь, но тоже, которую все знают, как нам сделать циклический сдвиг. У нас же нет операции циклического сдвига. Да, есть built-in, built-in, но нормального переносимого способа нет. Вот вот такая конструкция, да? Она отработает для 32-разрядных беззнаковых чисел. И, более того, GCC опознает эту конструкцию и генерирует одну ассемблерную инструкцию вот для циклического сдвига. Можете на это рассчитывать. Что еще? Умножение, там, деление на степень двойки. Ну, деление мы не рассматриваем, но это то же самое с двигами беззнакового числа. Тоже все понятно. Большого смысла сейчас так писать, в общем-то, нету, потому что компилятор достаточно умный, чтобы умножение деления на константу самостоятельно оптимизировать у нас сдвиги. Ну, раз это everybody knows, то пусть будет так. А то же из everybody knows – это получение знака числа и сравнение двух чисел. Знак – это, соответственно, приведение к 0, 1 или минус 1. Вот такая вот прикольная вещь, которая эксплуатирует тот факт, что в языке C нет булевых. Вместо булевых есть, на самом деле, псевдобулевые, то есть целые числа, которые мы можем потом использовать в арифметических операциях. Ну и сравнение чуть более дженерик-форма того же самого. Она опять же выдает все то же самое. Она выдает знак числа. Иногда это удобно – получить такую штуку и там куда-нибудь передать на что-нибудь там ножку. Вот честно, не помню, когда я Signum использовал в последний раз. Когда ты использовал? Вот такая вещь, проверку на двойку, ну, использовал. Хотя обычно, обычно я вот так не пишу. Я просто напишу x%2 равно 0. Компилятор достаточно умный, чтобы вот это еще он может раскрутить. Мы пойдем дальше, чуть интереснее. Ну, тоже достаточно просто. Очень часто требуется округлить до ближайшего целого. Вот. Если это ближайшее целое, да, вот такая вот формула округления. Не до любого, правда, ближайшего целого, а до степени двойки. Но это, как правило, и требуется. Значит, как мы это, собственно, делаем? Вот такая вот очевидная, в общем, формула для округления. Это прибавляем n-1, то есть округляем до 4. Прибавляем троечку, делим умножаем на 4. То есть из нуля у нас будет 0, из единички у нас будет четверка и так далее. Вот мы раскрываем их с двигами. Понятно, что мы делаем. Мы просто с двигом туда и обратно очистили два младших бита. Мы можем сделать ровно то же самое маской. И, кстати, это еще вопрос, что эффективнее. Вот такая вот форма записи или с маской? Ну, тем не менее, раз мы тут хакерствуем, коль хакерствуем. Значит, почему вот это вообще работает? Потому что представление наших отрицательных чисел, оно в дополнительном вот этом коде, инвертируем, прибавляем единичку, мы получаем, что в нужном месте как раз нет битиков. Вот. Проверяем, что у нас получится. Прибавили, вот, получили как раз отсутствие битиков в нужном месте. Мы получили нужную маску. Быстрее это работает или не быстрее, чем вот такое лобовое определение? Очень не факт. Сдвиги, два сдвига может быть быстрее. Но выглядит красивенько и страшненько. А теперь мы попробуем прям вот, а давайте мы то же самое сделаем для любого числа. Берем, проверяем. Если мы пишем, вот, мы на пятерку округляем, например. Арифметика отрабатывает хорошо. Но, как мы видим, здесь идет деление умножения на 5. Ой, беда. Это медленно, это не один такт, это больше. Пробуем раскрыть ту же самую формулу, и получается, что она не работает. Ну, потому что она не работает, она должна быть. Число должно быть степенью двойки, вот это n. На практике, как правило, это и нужно, степень двойки, по той причине, что для чего мы это обычно используем. Обычно мы используем это там, где нам нужно выровнять на границу там. Слово двойного слова, двух байт, в зависимости от разрядности и так далее. И эти формулы очень хорошо с этим всем справляются. Либо проверить, что оно выровняно. Либо, например, у нас есть битовый массив, мы подаем на вход, ну, выделяем память под битовый массив, подаем ему на вход там, длину в битах, и он ее округляет, получает длину в словах. Или длину в битах, которая может влезть в этот битовый массив. Ну, что-то вот такое. Но в битовый массив там как раз умножать-то не надо, там просто прибавить и поделить. А вот это, это скорее выравнивание, когда мы там аллок какой-нибудь делаем. Если мы делаем аллок, мы хотим, реализуем аллок, мы хотим выделить количество байт кратное размеры слова. Вот примерно так, наоборот. Здесь, я думаю, чисто все. Вопросов нет. Хорошо, поехали. Вот. Дальше поехали. Тоже достаточно такие простые, интересные операции. Похожая вещь, но только тронкейт. Все ровно то же самое, что было в прошлом примере, только не прибавляем. Тоже часто как-то нужно, да? Вот. Чисто арифметика. Все хорошо. x делить на n умножить на n. Далее. Вот это уже интереснее. Мы выключаем в слове старшую единичку. Работает это вот так. Да? Почему это работает? Можете посмотреть, если мы вот из этого, из этой четверочки вычтем один, да, мы получим трое, это сколько, не четверочки, восьми, девяточки, да? Вот. У нас вот тут вот один битик, вот тут битика не станет, а вот тут появится, да? И, то есть, битик, вот самый младший битик уйдет, ну и появится в конце, но это уже нам не волнует. Мы делаем n себя с собой, и, собственно, младший битик уходит. Понятно, как работает? Далее. Проверка на то, что число является степенью двойки. Вот. Значит, это примерно то же самое, что здесь, просто если этот битик, мы берем и битик убираем, самый младший, если он там был единственный, у нас получится ноль. Очень хорошо и просто. В Zigbee у нас реально в стеке это используется, чтобы проверить, что в маске каналов у нас один единственный канал. Ну, то есть, есть, наверное, более простые решения, но вот мы посчитали, что вот это достаточно простое, чтобы не бегать по каналам, не считать единички, а просто проверить, что это степень двойки. Если у нас один канал в маске, то мы, в частности, на ED-скан не должны выходить, потому что канал выбирать не ищем. Вот. Следующая операция, которая оставляет один единственный бит, то же самое, младший, единичку. Это вот такая вот у нас, очень похожая на предыдущую, да, x and minus x. Используется, ну, например, когда мы делаем некий итератор. Оно реально у нас используется в Zigbee, опять же, когда мы делаем итератор по каналам. То есть, мы не хотим бежать по вот этой вот всей маске цикла, мы берем один канал, один номер, его отрабатываем. То есть, получаем маску из одного единственного канала, передаем ее куда-то, что-то там отрабатываем, потом выключаем ее вот этим акцентом. И так до тех пор, пока у нас не получится. Вот такие, да, что мы здесь видим, вот во всех этих, вот примерчиках из Hacker's Delight, они стараются сделать это branch-free, потому что условные выражения это долго, это длинно, а битвы операции это быстро и коротко, и хорошо. Ну, вот. Ну, отчасти люди развлекаются, в принципе. Но мы сейчас тоже развлекаемся. вот, дальше поехали. Вот это интересная базовая операция, которая называется PopCount, PopulationCount, то есть, подсчет количества единичных пит в слове. В данном случае это 32-разрядное слово, но вообще говоря, может быть, любое слово. операция часто бывает реализована в том или ином виде в системе команд процессора. Наивная реализация, естественно, побежит циклом по слову. Можно это делать без циклов, без брончевания вот такими вот сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть строчек на оси. Ну, достаточно простых. Выглядит, на первый взгляд, как магия. Но, в общем-то, магии здесь особой нету. Мы посмотрим, почему. Ну, за исключением первой строчки я ее не буду сразу скажу объяснять. Она чуть-чуть длиннее, просто слишком длинна для данного формата. Почитайте сами, да? Вот. Вот такая картиночка из хекер сделает. Что мы делаем? Вот есть у нас число, да? Вот у нас единичные битики. Нам их нужно посчитать. Что мы делаем? Мы разбиваем вот это число, берем вот это число и попарно битики складываем. Вот тут сложили. Один и один. Получили два. Здесь тоже сложили один и один. Получили два. Ну, и так далее. Здесь один и ноль сложили, получили один. Вот. То есть мы получили в том же самом слове мы получили кучу вот частичных сумм. Потом мы берем и делаем то же самое с этими самыми суммами повторно. Складываем два и два. Получили четыре. Вот оно, пожалуйста. Здесь тоже два и два сложили, получили четыре. Сложили два и один, получили три. То есть мы постепенно считаем все дальше и дальше. Здесь повторяем ту же самую операцию. Сложили, получили вот частичные кусочки. Сложили еще раз. В конечном итоге мы получили в общем-то число единичных битов. Что нам нужно сделать? Да. И причем все это складывание идет за одну операцию сложения. Оно действительно нормально идет. Все, что нам нужно, это просто в нужные места подвинуть вот эти битики. Вот они вот если делать в лоб, вот именно так и двигаются. То есть 5 это у нас 1,0,1. Соответственно, вот это вот есть маска, которая исходная, где сдвижка на один битик влево убрана. А здесь мы то же самое сдвигаем и складываем. Понятно, да? Здесь то же самое, но пары по 2 бита, здесь то же самое по 4 бита и так далее. Так. Все хорошо, но не оптимально. Смотрим опять же сюда. Смотрим, что на каком-то этапе нам уже маскировать не нужно, потому что здесь всегда будут нули в старшем полу кусочки. Поскольку в старшем полу кусочки нули, ничего, ни с чем маскировать не нужно. Достаточно просто сдвинуть, чтобы получить нужное место. Вот у нас получается вот такая вещь. Две последние строчки в масках не нуждаются. И здесь то же самое. Вот так. С первой строчкой по-хитрее. Я ее не буду сейчас рассказывать. Можно было бы это сделать. В принципе, почитайте сами. Там тоже, ну, не страшно. То есть, вот такая вот вещь, которая магия. Это есть целый класс. Вот это алгоритмы как раз. Ну, они тут называются как там SWAR. То есть, это все на мультимедийные инструкции похоже, но сделано в рукопашную в рамках одного слова. Там в ссылочках есть, почитайте, базовые вещи. Про это базовые вещи я сейчас не рассказываю. Я просто примерчик показываю. Просто, чтобы вас заинтересовало. Ну, и время потянуть, потому что меня аж припахали. Это презентация. Так, как мы это будем использовать? Для чего нам, собственно, это нужно? Не сильно-то интересно знать количество единичных бит. Ну, вот, например, мы можем узнать количество нулей справа. Зачем нам это может понадобиться? Ну, за тем, чтобы узнать номер бита. Так, возвращаясь к нашей вот битовой масочке, да? Вот, вот здесь вот в канале. Мы-то, конечно, выделили единичный бит, но мы не знаем его номер. То есть, мы знаем, где он в маске, но номер канала мы не знаем, а это нам нужно. Нам нужно превратить маску в число. Мы можем, конечно, пройтись по ней циклом и посчитать, а можем посчитать количество нулевых битов в конце по-другому, да? Вот он считается через popcount. Вот эта вот наша операция, она переводит число в число. Все завершающие нули, младшие нули становятся единичками, все остальное становится нулями. Но потом мы просто считаем, сколько их было. И смотрим, почему вот наш примерчик. Да, проинвертировали, получили в нужном месте единички. Вот. Вычли единичку из исходного числа, заведомо получили в нужном месте опять единички. Да? А вот все остальное получилось разное здесь. Здесь была инверсия, здесь end не пройдет. Вот. Соответственно, я вот здесь не прав. Ой. Это просто описка. А, ну нет. Здесь вот одна маска, здесь другая маска. Делаем end между ними. Вот старшая часть заведомо занулится, младшая будет единичкой. Отлично. Мы получили способ найти номер первого канала в маске. Индекс его. Очень удобно. Ну, это, естественно, применимо не только к каналам, а везде, где вы используете битовые маски, битовые массивы, там, из одного слова, из нескольких слов. Какого. Реально используем. Поехали дальше. Теперь нам нужно, допустим, узнать количество ведущих нулей. Что это такое? Это у нас фактически двоичный логарифм числа. То есть это число, следующее по величине, степень двойки, которая вот, минимальная степень двойки, которая больше нашего числа, который у нас находится. Мы делаем вот такой вот магию. Ну, с поп-каунтом понятно. Зачем вот это вот все нужно? Это нужно за тем, чтобы старший бит у нас расползся направо. Нас вообще не интересует старший единичный бит. Нас не интересует все, что правее старшего единичного бита, потому что мы же считаем вот это количество ноликов. То есть из вот такой вот маски нам надо сделать вот такую. Вот эту единичку распространить направо. А потом посчитать нолики. То есть проинвертировать, и посчитать единички, посчитать нолики. Понятно, почему так происходит. Мы взяли число самим собой, сдвинули вправо, сделали или. Вот эта единичка стала сюда. Так, мы имеем две единички. Теперь то же самое сделали, но поскольку у нас уже пара, сдвинули уже на двойку, мы сразу еще в два места его поставили. И на четверку мы поставили его еще раз, куда нужно. Пожалуйста. Все получилось. Понятно? Всем на это. Я считаю. Вот такое вот забавное. Хотя на первый взгляд криптографичненько. Значит, чуть более интересно, и опять же, считает вот это вот, использует только то, что мы сейчас сделали, нам был Fleden Zeroes, найти номер первого нулевого байта в слове. Опять же, без цикла, потому что цикл это не спортивно. Что делает эта операция? Это опять же из хекер сделает, как все в основном примеры. Каждый нолик мы превращаем в число, в котором старший битик единичка. Так? А все остальные числа превращаем в нули. Вот. Для чего нам это нужно? Мы получим какое-то количество нулевых байтов, битов в начале, да, нулевых байтов. И в том месте, где был первый ноль, у нас будет восемь состоять. Ну, восемь ноль, да? И мы сразу же наткнемся на эту единичку, она у нас старшей позиции, соответственно, количество нулей слева, это и слева, если мы его поделим на восемь, естественно, это будет номером нашего байта нужно. Вот, собственно, мы вот эту магию здесь и делаем. То есть вот тут мы превращаем вот эти две строчки. Можете посчитать, примерчики погонять. Оно действительно превращает число в такой вот ноль в восемьдесят, все остальное в ноль. Это, кстати, можно использовать для чего-нибудь еще наверняка пригодится. Вот. Это, ну, можно... Вот эту именно функцию я никогда не использовал в таком виде, но можно себе представить, что, например, некий там астерон. Так, поехали дальше. Вот. А можно сделать чуть-чуть по-другому без считания нуликов. Здесь другой метод, опять же. Значит, мы вводим следующий предикат. Предикат А. Это первый байт, не ноль. Предикат Б. Второй байт, не ноль. Там С. Третий байт, не ноль. И так далее. Но первый имеется в виду, естественно, нулевой слева. Вот. Соответственно, количество нулевых байтов слева будет. Это А. А, если А не ноль, потом А не ноль и Б не ноль, А и Б и С не ноль и так далее. Ну, это, естественно, вот умножение здесь логическое, да? А справа будет все строго наоборот. То есть, Д, Д, С, Д и так далее. Вроде бы понятно, да? Значит, что мы здесь делаем? Вот эта вот строчка, вот эта строчка, она дает нам в старшей единичку в позиции старшего бита ненулевых байтов. Можете проверить. После этого мы начинаем считать предикаты, да? Вот этот вот предикат 1 это у нас самый старший бит. Мы знаем, что если у нас нулевой байт был ненулевым, то у нас старший бит будет единичка. Вот это вот Т2 предикат это у нас старший бит другого, да? Ну, в смысле, следующего байта. Опять же, сдвижка. И вот этот вот end, поскольку мы знаем, что в Т1 заведомо только один бит выставлен, он работает и как маска, и как работа предиката сразу. Соответственно, Т2 будет АБ, Т3 будет АБЦ, ровно таким же способом сдвигаем, получаем старший битик второго байта. Ну, и аналогично 4. Потом делаем сложение. Красиво. Аналогично делается с правилами. Используйте, может на чем-нибудь пригодится. Наверное, есть реализации. Ну, есть, во-первых, подозрения, что где-нибудь в библиотеке что-нибудь есть, похожее реализовано именно так или похоже, хотя вот я сходу не знаю такого API. Кроме всякого нестандартных вещей, может в ядре там Linux это есть, или built-in какой-нибудь же сисевый, а в стандартных библиотеках этого нету. Поэтому лучше свое написать и можно использовать. Вот. Вот такая вот интересная игрушка, которая говорит, ну, которая проверяет, есть ли вообще хоть какой-то нулевой байт в слове. используется может для создания быстрой функции esterland. Более того, по-моему, именно это используется где-то в недрах же либо. Но только в 64-разрядном варианте. То есть, когда вы уверены, что у вас число выровнено, ну, в смысле указатель выровнен, вы можете ходить по словам и проверять вот такую вещь, почему оно, собственно, работает. А вот эта вот первая половина формулы так. Значит, у нас здесь старший бит каждого байта будет установлен, если у нас этот байт либо ноль, либо он больше 8.0, да? Ну, очевидно. То есть, если мы из нуля вычитаем единичку, у нас получается переполнение будет tf. А если из-за всего, чего больше 8.0, мы будем вычитать единичку, то вот это вот здесь старший бит останется. Вот. А вторая половина выражения, это у нас старший бит выставлен, если у нас число меньше 8.0, то есть старший бит не был выставлен. Можете проверить, это именно так и будет. То есть, инвертируем, старший бит не будет выставлен, маскируем. А когда мы делаем того и другого, у нас старший бит будет выставлен, ну и вообще чего-то будет выставлен только для нуля. Остальные нас, строго говоря, не волнуют. Вот, там нули получаются. То есть, если у нас хоть один ноль есть, то у нас хотя бы один байт здесь будет ненулевой. Все, этого достаточно. Ну, а сделать стерлен на базе этой штуки, это вот домашнее задание. Я, кстати, проверял. Работает прям ощутимо быстрее, чем бегать по байтам даже на Intel. А на Arme, наверное, еще лучше будет. Вот. Так. Все пока, все ясно, никаких вопросов. Ну, даже неинтересно. Ладно. Ну, и последняя игрушка такая, это DAV device. Это немножко не про то, просто к тому, что я, опять же, потому что я эту штуку пробовал реально. Значит, откуда она пошла, был такой дядька, этот DAV, которому нужно было кормить данными из массива некий порт ввода-вывода. Нужно было это делать побыстрее, и он вот соорудил такую конструкцию, которая на самом деле есть разворот цикла. И которая эксплуатирует тот странный факт, что вот компилятор C может вот проживать вот такой синтаксис. Вот. Значит, что он делает? В данном случае у нас есть вот нечто байтовое, или, ну, коробка, не важно. Здесь у нас шорт, могло бы быть да, интом, интом или байтом. Значит, сначала мы смотрим, сколько нам осталось до восьми, так, и прыгаем в свече куда нужно. После этого несколько последовательных присвоений делается. Все, после этого свеч не работает, после этого начинает работать только вайл. мы прыгаем вот сюда на ду, и здесь мы уже остаемся крутиться вот по восемь штук. То есть, это такой разворот цикла, который вместо цикла с проверкой Гуту после каждой операции делает это пачками по восемь штук. Естественно, можно поскольку угодно что-то сделать. Я когда-то это делал, когда я возился с BCSP транспортом в блютусе, я его оптимизировал. Там есть такая штука, ну там слип, то есть бегает по всем всем данным и подставляет начало-конец фрейма, а внутри там символ начала фрейма меняет на два других символа. Ну то есть, там вот куча-куча циклов, нужно было, чтобы это работало быстрее, в частности, я попробовал раскрутить цикл дарт-девайса. Ну, в принципе, выигрыш я получил, но не очень большой. Ну так, несколько процентов, что-то, по-моему, меньше 10 или 10 процентов выигрыша получил. Ну, в принципе, не так плохо, но и не очень идеально. Вот, у меня, в принципе, все.